Русская духовная миссия в Иерусалиме готовится отмечать несколько юбилейных дат. Среди святых мест, которые активно в этом участвуют, город Ерихон. О том, как здесь готовиться к торжествам, следующий сюжет. Наступающий 2017 год станет юбилейным для русской Палестины. В этом году будут праздноваться сразу несколько памятных для русского присутствия святой земледат. 135-летие основания императорского православного палестинского общества, 145-летие Троицкого собора в Иерусалиме, 170-летие со дня основания русской духовной миссии в Иерусалиме и 200-летие со дня рождения одного из наиболее знаменитых русских дружников на святой земле, архимандрита Антонина Капустина. На всех участках русской духовной миссии в святой земле идут активные работы по подготовке к праздничным мероприятиям юбилейного года, прибыть на которые должны самые высокие гости из России. Масштабные преобразования коснулись и подворья русской духовной миссии в Иерихоне. Большие подвижники из древних пятериков говорят, что вот наш русский участок – это по святости очень великое место святое, наш участок. Во-первых, сам дом, ведь он находится на месте дома Захея Матаря. И когда мы входим, у нас сам Захей принимает там. Когда вот наши паломники приезжают к нам сюда, вот на наш участок, мы говорим им такие слова, что ваше паломничество на стой землю, эти труды, которые вами подъяли для того, чтобы приехать, это сложно совершить такое путешествие большое. И не просто путешествие, а трудиться духом, сердцем трудиться. Это можно уподобить тому, как Захей влез на эту самоковню, чтобы видеть Христа. И также вот вы претерпели и подрудились, чтобы приехать и увидеть ближе Христа, ближе прикоснуться к Нему. И вот теперь осталось делать за малым. Осталось вот так расширить сердце наше, чтобы Христос мог вселиться, чтобы Ему было там очень уютно в этом нашем сердце. По словам начальника русской духовной миссии Архимандрита Александра Елесова, подворье в Иерихоне переживает в наши дни подлинное второе рождение. Сейчас сделаны работы по дому, обихожена территория, сделаны работы снаружи на подъезде к нему, поставлены новые ворота. Это началось бурение скважины, потому что эта жизнь необходима. У нас там очень красивый сад цитрусовых и других, так сказать, экзотических растений. И этот сад требует, конечно, ухода, и бесполиво ему очень трудно. Благодаря нашему патриарху, который изложил эту просьбу президенту палестинской автономной Махмуду Албасу, и по его уже теперь инициативе, под его патронажем осуществляются эти работы. Подворье русской духовной миссии в Иерихоне, садом из цитрусовых деревьев и финиковых пальм, было приобретено начальником миссии архимандритом Антонином Капустином в 1874 году с целью приема паломников, направляющихся к горе Искушения и к месту крещения на реке Иордан. В результате проведенных здесь раскопок были найдены колонны византийского храма VI века и мозаичные надгробья преподобного Кириака. Для сохранения гробницы на месте византийского храма была возведена часовня в честь Святаго Притечи и крестителя Господня Иоанна, где и сегодня клириками русской духовной миссии совершаются регулярные богослужения. Редактор субтитров А.Семкин